Привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про новый боевой пропуск. Многие у меня спрашивали, когда он будет, когда он будет, и вот боевой пропуск настал. Насколько я понимаю, в патче 1.27, это патч у нас, который гоняется на общем тесте, мы сегодня с вами посмотрим, как выглядит новый боевой пропуск, потому что здесь нереально красиво, я так, ну, как бы видел отрезки, видел фрагменты какие-то, конечно, очень-очень красиво, немножко мы все на это дело посмотрим. Во-первых, просто, да, так, отвлечемся немножко от видеоролика, от основной темы, вот она подписочка, о которой мы уже говорили, да, подписка, которая дает нам всякое-всякое-всякое разное преимущество, хранилище золота, курс подготовки, техника, командный бонус к кредитам и тому подобное. 300 рублей получается на каждые 30 дней, нажимаешь подробнее, и вот он тут танчик 752 объект, хранилище золота, и здесь уже все обо всем по порядку и потихоньку расписано, и рассказывается, что есть что. Ну, как бы поэтому у меня есть отдельный видеоролик, если интересно, можете тоже глянуть на канале. Как у нас теперь будет выглядеть боевой пропуск? Что он вообще из себя представляет? Выглядит он вот таким вот образом. Три главы, ну и тут вот четвертую добавили. Насколько я понимаю, это уже, ну, в порядке, как бы норм, да, становится у нас четвертая боевая глава. Так, вот, у нас герои Е50М, М5 Йох и Минотавр. О чем-то говорит, о том, что если делают на Йоха, то, соответственно, ну, месяца 3-4, где-то приблизительно, я думаю, есть полгодика для того, чтобы покатать на Йохе, пока его не понерфят. Потому что я уверен, что рано или поздно Йоха будут нерфить. Ну и, как следствие, я думаю, то, что пока у вас полгодика есть, потому что Йох нереально просто жесткий. Если зайти посмотреть, то здесь что из нового у нас ждет? Это чертежи, то есть это вот эти вот чертежи, которые, как нам раньше помогали, прокачивать, да, чертеж. То есть ты собирал и мог прокачивать, исследовать технику. Их убрали, их вывели, теперь решили обратно вести. Немного мне непонятно, с чем связана такая перестановка, почему, зачем, но вот, тем не менее, она как бы у нас есть. Вот, все остальное, в принципе, все то же самое, да, это экспериментальное оборудование, это компоненты для экспериментального, да, ну, золото, как бы, соответственно, что у нас, трофейное оборудование. В целом, все то же самое, как и обычно, то есть ничего здесь меняться сильно не будет. Ну и стиль на Е50, мое пощение, просто какая красота, вы просто гляньте на это. Смотри, формула, смотри, он еще и анимированный, вот так вот это все дело выглядит. Он еще и анимированный, просто посмотрите на это стилище, это огонь, ну, это действительно огонь. Нижний бронелист, вот он, верхний, ну, тут, как бы, мое пощение, кумбашинку сильно не закрывает, гля, тут даже лазер вон какой-то, смотри, есть. Гля. Панзер Барракуда, Панзер Барракуда получается стиль, ну, мое пощение, очень красивое. Такой прям, ну, прям хочется нацепить, если честно, хотя у Е50, по-моему, достаточно стилей, но вот это прям очень даже неплохой. Здесь вот такая вот турбина у нас, ну, вообще смотрится, конечно, прикольно. Стиль анимированный, вот, на мой взгляд, выглядит очень даже потрясно. Ну, я бы хотел, чтобы побольше Е50 было. Танк сбалансированный, танк адекватный, при этом не токсичный, что очень, как бы, важно. Поэтому я, в целом, рад то, что будет ебить. Вторая глава у нас идет с М5 Йох. Ну, здесь все то же самое, и, господи, как выглядит Йох. Это вообще, посмотрите на этот стилек. И он тоже анимированный. Смотрите, вот они, крылья пошли. Вот они, открылки эти. Закрылки вообще просто, посмотри на него. Ну, ракета. Просто ракета, ну, самолетище. И это тоже вот такое, это... Уже, понимаешь, мы уже к чему пришли? То, что это не просто 3D стили, это уже анимированные 3D стили. То есть, они вот эти вот, крылья у него раскрываются, эти открылки, да. Ну, и что мы видим? То есть, в целом, да, еще и фонари. То есть, вам теперь не обязательно Alt-F4 нажимать, и, как бы, они и так будут загораться. Хотя, если вы Alt-F4 нажмете во время боя, они еще сильнее загорятся. Это тоже такой лайфхак, если вдруг не знали. Вот, ну, а так, в целом, уязвимая зона, вот, комбашинка. Гогля как-то спереди будет все это казаться, с крыльями. С этим совсем понятно, то, что нам в игре все равно на это будет. Но внешне выглядит вообще просто из стали. Просто действительно из стали. Но комбашинку, как видно было, так и видно. Хотя, сильно ее как-то не выделяется, поэтому, в целом, на мой взгляд, довольно бодро. И следующий стилек у нас, это стиль с Минотавром. Хотя, конечно, то, что Йохов будет много, это, блин, вообще, на самом деле, страшно. С Минотавром, кстати, все вот такие стили, да, внешне они как-то такие рисованные. Ну, вот, как есть. Стиль на Минотавра, я не знаю, те, кто любят Минотавра, наверное, обалдеют. Один из самых, если не самый красивый стиль, за последнее время, которое я видел. Просто посмотрите на это. Оно здесь все крутится. Пары горят. Сзади вот эти, я не знаю, щупальцы, да, как у Доктора Осьминога. Оно все это работает, раз. Потом это бензопила какая-то резко работает, болгарка, да. Все это делается, вы просто посмотрите. И фары, насколько горят. Ну, это прям, я не знаю. Это машина джиперскипера какого-то, ей-богу. И вот такая вот, я не знаю, что это за огнеметное орудие, или что это такое. Короче, и вообще непонятно. Но выглядит, конечно, потрясно. Вот здесь вот внизу еще какой-то вал. Или это даже не вал, он какого-то туда дальше уходит. Ну, короче, выглядит, конечно, это все невероятно красиво. Это анимированный уже 3D стиль. Вообще, такое можно было и продавать. Да, нет-нет. Стиль называется крот. Ну, что-то похоже на кронвагона. Там тоже он, да, как бы с какой-то такой дрянью. Но вот выглядит, конечно, вот так. Что касается танков. На мой взгляд, с Епси вот прям вообще очень адекватно сделали. Епси в рандоме не хватает. Это прям было бы к месту. Йохов, честно, и так очень много. Но, тем не менее, сейчас разработчики, по-моему, хотят максимально игроков всех пустить с нерфом супер коня. И вот с 3D стилем вот таким анимированием. Давайте, вот как бы, мол, качайте Йоха. Все кинутся сюда. Ну, и с Минотавром то же самое. Минотавр, вот эти два танка, на мой взгляд, немножко такие. Ну, токсичные, потому что здесь брони очень много. Ну, и последнее, насколько я понимаю, если мы все это дело, как бы, проходим, у нас открывается стиль вернисаж. Недоступно. То есть, здесь можно прочитать... А, здесь нельзя, да, прочитать, как заработать очки. И вот такой вот непосредственно ник Степанков. Боевой пропуск отряд ГОСТ. Ну, и, соответственно, вот такой вот экипаж вы сделаете. Вот. Четыре перка. Вот такое. Насколько я понял, здесь, по-моему, можно как-то еще и пятого, вроде бы, прикупить за деньги. Такую информацию сливали. Там уже в Телеграме. То есть, будет четыре члена. И, вроде бы, можно будет пятого прикупить. Ну, тут тоже инфа такая, не супер достоверная. Но все-таки. Во-вторых, товар за жетона. Как вы знаете, первый боевой пропуск прошел. Вы уже можете, соответственно, зафармить. Были что-то там в районе, не помню, 60 с копейками. И вот теперь в этом боевом пропуске, если вы пройдете... Насколько я понимаю, они же должны суммироваться, правильно? Вы сможете зафармить себе либо Объект 590, либо Тигр Мауса. Танки, конечно, ну, тут большие вопросы еще по ним будут. Мы, конечно, их покатаем, потестируем. Но, в целом, вы теперь можете их приобрести. По оборудованию здесь, опять-таки, все остальное, ну и прочее, как обычно. Вот. Насколько я помню, другие товары у нас добавляются тоже, что очень интересно. Это товары за натиск. О которых я тоже уже говорил. В наличии у меня 40 тысяч бон. И вот я могу выбрать и прикупить. Но, опять-таки, прикупить я могу только то, на что я наиграл. То есть, допустим, здесь написано ранг бронза. Что доступно? 3D стили. Окей, 3D стили и Skoda T45. Потом ранг серебро. Charly Main, пожалуйста. Ранг золота. Доступны 3 танка. 3 танка имбовые, 3 танка хорошие. Конечно же, самый сильный из них Concept 1B. Это вообще, я не знаю, просто потрясающая машина, которая невероятно-невероятно сильная. Поэтому у нас добавляется вот такая вот возможность. Опять-таки, да. Теперь мы будем катать натиск. Теперь нужно будет вам фармить там золото. Я не знаю, что здесь у нас бронза. Если честно, я натиск не сильно катал. Так что вот они доступны танки за боны. Можете, соответственно, копить, преобразовывать и все остальное. Вот можно прикупить. А здесь, чтобы купить товар, нужно ранг бронза. Я не могу прикупить. У меня на основе он есть, конечно. Но, в целом, как вы видите, открылся вот такой вот магазин по натиску. Открылся, соответственно, вот такой вот товар и теперь за жетоны. Технику за жетоны, которую мы можем приобрести. 590 и Тигр Маус. Насколько я понимаю, теперь нам будет хватать, если у прошедшего боевого пропуска прошли. Также у нас здесь подписочка появилась. Вот так вот она выглядит, соответственно. Ну и непосредственно веточка то исследования. Базовая подписка. Ранний доступ. Новый этап каждую неделю. Техника за выполнение задачи. Дополнительные награды. Продолжить. И здесь ты фармишь эти задачи. Получаешь, соответственно, ну так же, как это было с недавнейшим СУ-122-56. То есть ты фармишь вот это вот все. И потом этот танк, как он выглядит, да, в исследованиях. Вы заходите в китайскую ветку. И вот вы видите, что вам здесь нужен ранний доступ. То есть вы должны зафармить 6 жетончиков. Потом 10, 15, ну и тому подобное, да. И вот он, этот танк доступен. Уже его можно даже посмотреть. То есть погонять все то, что я инсандерское говорил. Да, показывал вам все. Вот оно, пожалуйста, так и есть. То есть вот он вот так вот выглядит. Жесткий танк. 1200, 221 на бронепробитие. На хэш-фугасах. 2400 с барабана будет давать. Великолепно. Два снаряда просто только в путь. Так что, ребят, какая-то вот такая информация. Это нас ожидает в патче 1.27. Который будет вот-вот уже скоро. Так что так. Ну, стили классные. Рекомендую, в принципе, все из этих трех танков, на мой взгляд, более-менее нормальные. Особенно вот Йох, тут базара нет. Епись, середняк. Бенотавр мне лично не заходит, хотя многие его обожают. Ну, в общем, как-то вот так. Доп-глава. Появилась у нас подписка. Появилась у нас магазин за натиск. И, ну, и непосредственно ранний доступ. Как-то так. Пишите, что вы думаете об этом в комментарии. Понравились вам 3D-стили. Это такая вот, скажем, небольшой новостной видеоролик. Просто для того, чтобы скоротать время, если вы там перекусывали. Если вы еще до сих пор кушаете, приятного вам аппетита. Всем большое спасибо. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайкосы, пишите комментарии. Ну, и, конечно же, залетайте на мои стримы. Там у нас очень интересно. И там еще разыграются голда. Да-да. Всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok